13.08 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Всем слушателям еще раз здравствуйте. Я Анна Лапшина и мой гость, как мы и анонсировали, Дмитрий Русских, депутат Законодательного собрания Кировской области 4-го и 5-го САЗО в нашей студии. Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Аня. Добрый день всем слушателям свободного радио «Эхо Москвы». Еще раз добрый день. Я должна напомнить нашим слушателям, что по-прежнему есть возможности задавать вопросы нашим гостям на нашем сайте хакирова.ру через форуму Аносов. Три вопроса у нас есть. Два из них касаются, наверное, главной темы последних дней. Это, конечно, Кемерово. Да, мы сегодня на самом деле находимся, сегодня день траура в стране объявлен. Я очень рад тому, что все-таки страна приняла это важное решение для себя, потому что очень долго было молчание, будет ли день траура именно всероссийский. Значит, он сейчас вот сегодня назначен, и, конечно, мы все с нашими детьми, с городом Кемерово, со всеми родственниками, вот я сегодня там даже черную рубашку одел, потому что считаю, что вот это такой мой, как бы, шаг к тому, что я вместе с Кемерово. Я вообще на самом деле должна сказать, что меня, например, немножко насторожила и обидела вот эта история с объявлением, не объявлением общероссийского траура, потому что в понедельник уже после того, как стало понятно, насколько страшные последствия... Я думаю, что уже было ясно в воскресенье. Очень многие, в воскресенье, да, ближе к вечеру, очень многие регионы задавали вопрос, ну давайте хотя бы на местном уровне это сделаем. И кто-то даже попытался, то есть я у нас много знаю, во Владивостоке объявили трехдневный траур, но в Владивостоке была своя история тоже с серьезным пожаром в 2006 году, где люди прыгали из окон и разбивались у офисного центра. Вот, они объявили трехдневный траур и, по-моему, Ингушетия. И было несколько попыток в регионах, где власти своим решением вроде как объявляли траур, а потом раз так в некоторых местах, как вот было в Рязани, все анонсы об этом трауре убирались, и у меня было вот не очень хорошее, не очень приятное ощущение, что были властям звонки из Москвы со словами, что там не бегите вперед, батьки. Путин еще не объявил. Так и есть, и в данном случае много что произошло такого не совсем приятного за эти два-три дня, то, что случилось в Кемерово, именно в поведении власти региональной, местной, муниципальной или федеральной. Значит, это еще лишний раз показывает, что страх, который сегодня испытывают буквально все, и в первую очередь главы регионов, муниципальных образований, в плане там даже принятия совершенно элементарных решений, да, потому что я считаю, что это на самом деле траур всей страны, и не надо тут было никого бояться, если там федеральная власть задержалась, никому не мешала региональным и муниципальным властям, просто людям, как в большинстве произошло и в городе Кирове, что это прошло там совершенно на общественных всех началах, значит, объявить день траура и тем самым быть в одних рядах с теми людьми, которые потеряли своих близких родственников. Страх, это, конечно, очень в последнее время охватывающая болезнь нашего общества, нашей власти, потому что как они могли принять такое решение, если такая команда сверху не пришла, да, ну, команда не пришла по многим, могла быть не прийти причина, может быть, было кому-то занято, кто-то занят, может быть, все ждали, что это объявит там президент, президент пролетел только через полтора дня там в Кемерово, да, но, тем не менее, ведь никто формат там совести и человеческих отношений не может перевести там в какое-то подчинение. Я считаю, что эти все человеческие правильные инстинкты, там, человечность, там, любовь, там, терпимость и скорбь, она должна автоматически выходить из любого человека, который, в общем-то, считает себя порядочным человеком. И не важно... И не важно, кто ты есть. Кто ты есть, какую должность ты занимаешь вообще, наверное... Да, не надо ничего бояться, тем более здесь, как бы, надо было бояться власти этого всего гораздо раньше, чтобы это все не допустить. Стоит помнить о том, все-таки, наверное, представителям нашей власти, что, вообще-то, де-юре их работодателем является народ, а не президент Владимир Путин. Да, да, и вот я буквально очень внимательно все эти дни наблюдал за происходящим в Кевере, и, конечно, когда вот эти были, первый митинг, который произошел, по-моему, во вторник, рано утром, значит, из толпы очень много доносилось, что нам не разрешали там или запретили там о чем-то говорить, о чем-то куда-то выходить, то в данном случае вот эта история, она совершенно какая-то глупая и совершенно неправильная. Ладно, они там заставляют людей приходить на выборы, там, да, люди боятся потерять работу, но когда вопрос касается детей и такой трагедии, ну, я считаю, что это вообще просто неуместно, это какой-то верх цинизма со стороны тех людей, если на самом деле так было, что кто-то им что-то запрещал, именно обычным кемеровщанам приходить на митинги, поддерживать родственников, значит, даже выявлять какую-то ненависть по отношению той власти, которая, в общем-то, я уверен, что большую роль сыграла в той трагедии, которая произошла в Кемерово. При всем при этом, я думаю, что Кемерово, это часть всей России, потому что если мы посмотрим ситуацию по этим торговым центрам, там, в Кемерово, в Кирове, в Курске, она примерно везде одинаковая. То есть везде строили здания или переформатировали здания? Они в большинстве случаев переформатировались, это бывшие там заводы и фабрики, при этом мы там должны четко понимать, что, в общем-то, это не рядовые, делали горожане в каждом городе эти торговые центры, это была часть определенных местных политических и бизнес-элит, которые имели там какое-то определенное право получать эти места, и, в общем-то, так как это были уважаемые люди, понятно, что к ним спрос по отношению там фискальных органов был совершенно ограниченный, при всем при этом подписывалось все, что хотите, и главное, чтобы вы только на нас не обижались. То понятно, что здесь страшенный формат коррупции на глаза, и мы это все буквально видим не только там по Кемерово, видно это и в Кирове, и в Курске, и, не знаю, там, в Костроме, Волгограде, в любом городе. Такая проблема, она по всей России, к сожалению. Дмитрий Михайлович, ну вот сейчас люди, которые в свое время открывали торговые центры, люди не бедные, получили, собственно говоря, дополнительную головную боль, если можно так сказать, в этой ситуации. Накануне было совещание в правительстве области с руководителями, собственниками, владельцами крупных торговых центров, и, собственно, там были озвучены две вещи. Ну, во-первых, глава региона Игорь Васильев призвал всех руководителей торговых центров регулярно проводить, помимо тех проверок, которые будут по линии МЧС, а понятно, что они будут, да, проверки противопожарных безопасности, проводить свои какие-то учения, тренировки, проверки персонала, чтобы каждый сотрудник знал, куда бежать в случае нештатной ситуации, как выводить покупателей из своего магазина, а их немало, там тот же Джим Мол, мы если вспомним и представим себе, да, как вот оттуда люди побегут, как оттуда люди побегут, непонятно. С четвертого тоже с кинотеатра. Вот, это первое. И вторая история, которую предложил Игорь Васильев вчера, это подумать руководству торговых центров, где есть какие-то детские зоны и комнаты, да, временного пребывания детей, и прям вот активные вот эти вот городки и прочее. А выноси вот этих детских зон куда-то на первый этаж, ближе к выходу, и звучали предложения даже строить какие-то отдельные вот пристрои к этим торговым центрам, чтобы детей размещать именно там. Да, ну, смотри. Насколько реально по-вашему? Вот насчет головной боли. Так. Там, да, я думаю, что для нормального собственника, который об этом думает, о безопасности. Это вопрос чести. Да, это вопрос чести, и это постоянная работа. Я думаю, что те, кто этим занимались, и те, кто на самом деле ответственно подходит к этому вопросу, это не головная боль, это ежедневная, там, часовая работа. Потому что мы с вами реально понимаем, что в данном случае, так как у нас большинство, объектов, которые сегодня представляют там торговые центры, переформатированные, совершенно непригодные для этого и условий там фабрики, заводов, да, они требуют повышенной, как бы, оперативности и безопасности. Потому что там постоянно проходит большое количество людей. То для кого-то это, в общем-то, нормальная работа. Для кого-то это сигнал для того, чтобы они очень быстро все это еще раз обратили внимание, сделали какие-то необходимые вещи, значит, по плану того, что есть ли огнетушители, есть ли там определенные люди, которые за это отвечают, как и куда выходить. Потому что я вот сам столкнулся несколько раз, там, да, видел, что у нас почему-то все пожарные ходы, почему-то по другой команде, другой организации были все, да, другого ведомства были в связи с теоретической атакой, должны были быть все закрыты. То в данном случае здесь какое-то разногласие полнейшее. Между собой не могут договориться. Да, хотя тут не о чем разговаривать, потому что пожарные, как бы, запасные входы, они должны всегда быть в рабочем состоянии, они должны всегда четко работать. Да, это было и в советское время, это и сейчас, я надеюсь, так должно быть. И я думаю, что рано или поздно это будет. То, конечно, здесь в этом плане, как бы, бизнес, я думаю, что быстро отреагирует, и в данном случае у него для этого есть ресурсы. То есть вы думаете, что все эти мероприятия, которые пройдут, если они пойдут по линии бизнеса, они не будут формальными? Я думаю, что для большинства, судя по тому, что мы вот сейчас видим, я живу в этом городе, я многих знаю, там, как были предпринимателей, там, бизнесменов, которые тоже имеют, они, конечно, очень сильно все подавлены с ситуацией в Кемерово, они очень сильно поэтому переживают. Это коснулось там каждого почти, я думаю, что россиянина. Вчера мы видели большое количество людей, которые пришли к вечному огню. Это все сейчас переводят в формат там личного. Все понимают, что это вопрос недалеко от нас он никогда не уходил. Мы об этом поговорим, что беда, она всегда вокруг нас периодически ходит. То в данном случае, конечно, они все сделают от них возможное. При этом, как бы, я понимаю, что, наверное, на каком-то формате у них есть и материальные ресурсы. То здесь еще более-менее куда не шло. Я думаю, что здесь будет более-менее все с условием того, что сейчас будет очень жесткий контроль МЧС. Я думаю, 2-3 месяца, как обычно, у нас будут повышенные проверки. В этом плане, как бы, я думаю, какие-то опасные вещи будут устранены. С точки зрения акций, опасностей, каких-то контролирующих мероприятий и прочего. По детским центрам, детским зонам, которые находятся в торговых центрах, чуть позже поговорим после небольшого перерыва. Дмитрий Русских, депутат законодательного собрания 4-5 созывов в нашей студии. Мы продолжаем слушать его особое мнение. Мы говорим о тех мероприятиях, которые предложили провести руководство кировских торговых центров. Мероприятия, направленные на безопасность посетителей, прежде всего, в том числе маленьких детей. Я напомню, да, было предложение от главы региона Игоря Васильева вынести все детские зоны с верхних этажей торговых центров многоэтажных куда-то на первые этажи. А эксперты говорят, что вообще хорошо бы и пристрои даже сделать какие-то. Вот насколько реально? То есть, если меры безопасности, конечно, все руководители усилят, то что? Да, это более реальная мера, и я думаю, что все по ней пойдут. По переносу это немножко уже другая история. Затратная? Она, во-первых, затратная, она совершенно сложная будет для бизнеса, потому что мы должны понимать, что на первых этажах всегда в торговых центрах встают такие брендовые направления. Это продуктовые магазины, это какие-то определенные космические, тоже парфюмерные магазины, потому что все зависит от стоимости арендной платы по этажам. На первых этажах она выше? Она значительно выше, она не просто выше, она значительно выше, и понятно, что арендаторы, которые находятся на четвертом этаже, это мы знаем в основном рестораны, кинотеатры и детские комнаты, как раз вот именно эту коммерческую стоимость первых этажей они не потянут, потому что у них совершенно по прибыльности совершенно другие бизнесы, и там нет такой маржинальности, как есть у тех. То здесь это чисто экономический расчет, и это в общем-то везде, в любой стране мира, в любом городе другом, и в России так сложилось, что это выстраиваться в таком порядке. Здесь, конечно, это уже такой более сложный вопрос, он экономический, он совершенно никак не зависящий от власти, она не может это сделать, заставить, тем более она не будет доплачивать потери бизнесу. То в данном случае я бы все-таки тут больше ориентировался на то, чтобы собственники торговых центров, имея определенную какую-то доходную часть, гораздо больше денег вкладывали в безопасность и в оповещение пожарных случаев. То на сегодняшний момент мы сегодня с вами четко понимаем, что технические возможности сегодня, в 21 веке, они до такой степени велики, и современные торговые центры, которые я видел, строятся даже в каких-то европейских городах, они практически полностью исключают какой-то глобального пожара. Давайте мы не будем указывать бизнесу, как ему жить, но с них власть должна требовать именно тех безопасных решений, которые могли бы позволить сегодня находиться или на первом этаже, или на четвертом, или на третьем, в полной безопасности для окружающих людей, особенно для детей. Ну, конечно, персонал, да? Персонал должен быть. То в данном случае мы сейчас говорим очень много о бизнесе, мы с тобой уже это обсуждали, у нас гораздо, мне кажется, хуже ситуация состоит с областными и муниципальными учреждениями образования, здравоохранения, детских садов. Мы сегодня можем взять любую сферу, которая в последние 10-15 лет практически не финансируется, или по остаточному принципу, потому что у нас главный лозунг сегодня нашей власти, денег нет, но вы держитесь. То в данном случае все наши детские садики, школы и больницы, они, конечно, держатся. Но если подходить к ним более правильно, потому что это все-таки самая большая среда детей, это детский сад, это школа, это концентрация. И не так много взрослых. Да, тут гораздо, мне кажется, в первую очередь власти надо больше обратить именно на это направление внимания, а не на бизнес. У бизнеса в этом плане есть хотя бы материальный ресурс, который позволяет им что-то править. Что сегодня у меня в округе было 4 школы и 3 детских садика, и я примерно там очень хорошо понимаю, в каком сегодня состоянии у нас находятся детские сады и школы в плане безопасности, особенно касающейся противопожарной. Значит, это касается и, в общем-то, совершенно плохого состояния и окон, и дверей, и все прочее. То в данном случае, мне кажется, что там опасности гораздо больше, и все-таки это та среда, на которую там именно власть должна обращать гораздо больше внимания, а не так, как мы сегодня финансируем все эти направления. Взять даже детские спортивные школы. Именно по безопасности, я говорю. Вот я не могу не согласиться, единственное, что я должна отметить, это то, что мы наблюдаем каждый год в последние две недели августа, когда руководители школ приходят и говорят, что ну вот, а куда деваться? Вот нам пожарные предъявляют такие требования, да, а мы не можем этого сделать. Потому что у нас нет денег. А город заинтересован в том, чтобы все школы и все садики открылись, потому что, извините, у нас проблемы и напряг с местами. И в данном случае как раз начинает работать вопрос договоренности власти и тех структур, которые должны отвечать, да. Они говорят там, откройте нам, пожалуйста, школу, мы обязательно все это когда-то либо устраним, потому что, ну, не открыть сегодня это будет негативный всплеск, да, родители будут недовольны, не дай бог они не пойдут на выборы или придут проголосовать не за тех. То в данном случае это постоянно история сглаживается на протяжении большого периода времени. Вот буквально завтра будет пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области, вот там будут поправки по бюджету. Один из главных вопросов. Ну, один из основных. Там больше миллиарда будет как бы поправки происходить. И вот из всех этих поправок есть сумма 50 миллионов на подготовку областных образовательных учреждений к новому учебному году. Областные образовательные учреждения это те учреждения, которые находятся в подчинении области. Сумма 50 миллионов рублей. А школа сколько? А школа, вот на сегодняшний момент, мне кажется, примерно, раньше их было 16, сейчас с учетом того, что некоторые муниципальные в районах области школы перешли в областное подчинение, я думаю, где-то их от 30 до 40. То есть по миллиону на школу? Это в лучшем случае. Грубо ориентирующий. Да, да. Здесь входит все. И ремонт классов, и фойе, и безопасность, и видеонаблюдение. И все это в куче. То мы с вами четко понимаем, что этих денег не хватает просто ни на чего. И это продолжается на протяжении большого периода времени. Недофинансирование именно этих школ, детских садов, спортивных школ. Потому что всегда вопрос один, мы можем найти там главе города или кому-то там еще деньги на дорогую машину, но мы никогда не можем найти деньги сегодня на спортивную школу или на детский сад. Потому что этих денег постоянно не хватает. То в данном случае, мне кажется, что там опасности гораздо больше, и надо еще и не только на бизнес, но и посмотреть именно то, что находится у вас в подчинении, для того, чтобы точно обезопасить и создать те условия, чтобы родители не боялись отводить детей ни в школу, ни в детские сады, ни в спортивную школу. Не в торговые центры, а слушатель Александр спрашивает нас, как попороть компаниейщину среди чиновников на всех уровнях, которые выдают разрешение на строительство, которые инспектируют, контролируют, создают видимость работы, а трагедии все равно происходят. Есть ответ на этот вопрос? Есть, конечно. Я считаю, что в данном случае не должны быть стрелочники. Однозначно, власть заинтересована должна быть в рассмотрении каждого мелочного вопроса. И все ответственные, а это в основном чиновники, которые дают разрешение, или руководители фискальных органов, должны нести точную ответственность, вплоть до уголовного наказания, и должны быть точно в этом плане посадки, лишения возможности работать в будущем на таких ответственных должностях, для того, чтобы эти коррупционные скандалы... А главный там бич, это коррупция, это деньги, потому что мы с вами видим, что происходит в Кемерово. Руководители МЧС Кемеровской области показывают его декларацию при доходе 1,6 млн рублей в год, имеет громаднейший дом 536 квадратных метров, плюс дорогую машину, которая составляет 2-3 годичный у него заработок. Не пил, не ел, откладывал. Да, все откладывал, и мы видим, что это как раз все история одной схемы. Я думаю, такая же история, если присмотреться к декларациям многих наших руководителей и чиновников, она очень похожа. То в данном случае здесь, конечно, как бы со стороны, в первую очередь, так как у нас все-таки в стране существует президент-царь, то, конечно, большое внимание... Спросить должен он. Да, он должен спросить и дать команду, чтобы все это очень жестко каралось, для того, чтобы такое не повторялось. Вот, например, в Китае, кто тут недавно вспоминал, там был очень сильный пожар, погибло там, по-моему, 5 или 10 человек, значит, и вплоть до расстрела в Китае было за такие халатности. Ну, конечно, мы не призываем всех расстреливать, но в данном случае... Но отвечать должны. Да. Руководители персонально должны отвечать и нести полную ответственность, а не как у нас происходит, что находят каких-то стрелочников, они потом за это все караются, и все продолжается по кругу. Дмитрий Михайлович, еще несколько вопросов, уж давайте тогда к сайту перейдем, раз мы с этой темой все-таки вот уже ближе к концу. Спрашивают нас, поднимите вопрос по нашему вокзалу. Закрыты все выходы в пригородном зале, все выходы на перроне. Значит, поднимаем прямо на эхо Москвы этот вопрос, а на самом деле по вокзалу, так как это у нас есть двое ворот, воздушные и железнодорожные, там, да, в городе Киры, буквально 5 лет назад поднимали на одном из комитетов по законодательному собранию, было по транспорту, был представитель, вызывали РЖД, там, Нижнегородского отделения по поводу нашего вокзала. Значит, на тот момент, как бы, ситуация с вокзалом была еще, мне кажется, хуже, значит, и было предложение о том, что железнодорога Нижнегородская предлагала полностью сделать реконструкцию железнодорожного вокзала, провести ремонт. При этом они по тем деньгам, это было 3-4 года назад, сумма ремонта составляла там со всеми подъездами 120 миллионов, они предлагали там 30 миллионов внести там области или городу для того, чтобы было софинансирование. Значит, мы настаивали на то, чтобы область или город обратили на это внимание и все-таки привели в божеский вид наши железнодорожные ворота. При этом, как раз вот эти все вопросы, которые там, на самом деле, я сколько раз пользовался вокзалом, там, на самом деле, практически выйти ниоткуда нельзя, там постоянно все закрыто, с этим я согласен. Это вопрос о безопасности. Да, о безопасности. То как раз ремонт бы и привел к тому, чтобы вопросы безопасности тоже были в нем включены для того, чтобы можно было выйти. Ну, вот сегодня уже 5 лет прошло, а ВОЗ он ныне там, и никто этим вокзалом не занимается, и проблемы с его эвакуацией есть. Так что, я думаю, что надо обращаться в первую очередь к городской администрации, потому что все-таки он находится на территории города Кирова, и я думаю, что для них очень... Я думаю, что и в области не помешает обратиться. И в области, да, потому что весь вопрос заключается в софинансировании. Но на тот момент, как бы, ответ был очень простой, что денег нет, но вы тут держитесь, значит, и этот вопрос так и ушел, и Нижнегородское отделение железной дороги от этого вопроса тоже отошли. Ну, потратили деньги на реконструкцию другого. Да, где, в принципе, на самом деле, само предложение, я считаю, что было хорошее, рациональное, и, в принципе, для нас это был бы очень хороший формат, что за 30 миллионов мы бы сделали прекрасные ворота в город Киров. Еще один вопрос по Кемеровской трагедии. Анна спрашивает, была на акции памяти жертв пожаров Зимней Вишни, та самая, которая была вчера, накануне у Вечного дня, на нее пришли преимущественно дети, студенты и школьники. Это значит, что взрослым все равно, она спрашивает. Как вы думаете, о чем это говорит? Ну, на самом деле, может быть, она не совсем права, потому что сегодня у нас были свидетельства того, что люди с семьей приходили, с детьми маленькими, да, но в основном молодежь, да, много было молодежи. Смотри, Аня, я думаю, что это, на самом деле, очень хороший формат, и не соглашусь, что там были только одна молодежь. Вы были, да? У меня хорошо, что было много молодежи, потому что им жить и строить эту страну. И если они сегодня уже в таком возрасте сознательные, и они сострадают и переживают, то мы должны точно быть уверены, что через 5-10-15 лет наша страна будет совершенно другой. Она не будет хромой лошадью, а будет все-таки скачущим конем или тройкой борзой, как вы хотите это понять, потому что молодежь, она сегодня, надеюсь, уже по-другому видит мир и по-другому видит свою, как бы, жизнь и свое участие в этой, там, жизни, в том числе экономической, политической. А старшие люди, они вот разочаровались, люди старшего? Старшие люди, к сожалению, в последнее время ни во что не верят, потому что, как бы, они, как Иван Сусанин, их водили, водили 20 лет, обещали светлое будущее, лучшую жизнь. А на самом деле мы сегодня видим, что то, что происходит у нас рядом и вокруг, это экологическая безопасность, дорожная безопасность. Вот то, что происходит сегодня в торговых центрах, в школах, там, в аэропортах, на дорогах, это, в общем-то, такая общая одна история, которая уже давно очень идет. Тянется и тянется. Да, и мы теряем сегодня столько людей, что у нас вроде нет войны, а народу гибнет, как на войне. То как раз вот этот формат того, что что-то все-таки в эти 20-15 лет мы делали неправильно и не так. Дмитрий Русских, депутат Законодательного собрания 4-5 созывов в нашей студии, мы сделаем небольшой перерыв и вернемся. Дмитрий Русских, депутат Законодательного собрания 4-5 созывов в нашей студии, мы продолжаем. Дмитрий, давайте коротко, еще есть один вопрос. Не можем не уважать наших слушателей. Николай спрашивает вас, поясните, пожалуйста, в чем причина такого резкого повышения цен на каменный уголь, поставляемый вашими предприятиями в Кировской области? Каким образом необходимо решать данную проблему и кому? Очень частный вопрос, на самом деле, Николай. На самом деле это не частный, это очень больной вопрос для особенно муниципальных образований Кировской области, потому что от этого зависит и отопительный сезон, и тарифы на ЖКХ и коммуналка, все тут куча. Скажу коротко, что на самом деле уголь практически за последние 5 лет дорожает очень немного, даже меньше инфляции. Основной процент подорожания связан с РЖД, это с перевозками. Мы буквально провели анализ, за последний год стоимость арендной платы вагонов РЖД выросла почти на 50%. Вот вам весь ответ. В данном случае, как бы это все обращения, надо обращаться в ФАС, антимонопольную службу, для того, чтобы они все-таки навели порядок с РЖД, потому что то, что сегодня происходит с вагонами и с их ценой, касается не только перевозок угольных или дорожных, это касается и лесников, которые наша отрасль очень тоже завязана. Вообще любых перевозчиков, которые сегодня перевозят что-то в вагонах, там просто, мне кажется, творится какое-то безумие, и, конечно, это все влияет на себестоимость продуктов, те, которые доставляются, а практически сегодня по железной дороге доставляется очень много того, что мы ежедневно пользуемся, в том числе и уголь, который, в общем-то, еще раз хочу сказать, сам по себе не дорожает, а дорожает именно его перевозку. Сегодня перевозка составляет почти уже 65-70% от стоимости вообще всего угля. Так что тут вот вопрос не ко мне. Что-то железная дорога, а вопрос к федерации. Да, я думаю, что тут гораздо глубже, это точно не наша там линия, не наша политика. Дмитрий Русских, да, спасибо. Надеюсь, ответили мы на вопрос Николая. Но еще одна тема, давайте уж раз к теме транспорта, все-таки мы вернемся. На прошлой неделе до Кемеровской трагедии успели мы порадоваться отчасти, да, когда появились сообщения о том, что может быть, может быть, победа вернется в Кировскую область, потому что появились сообщения, что Министерство транспорта Кировской области якобы ведет переговоры с Наукостером. Но в понедельник или во вторник пришла новость от, по-моему, Московского агентства городских новостей, как-то так называется организация, что руководство Победы не ведет переговоров с руководством Кировской области и представителями Кировской области. И вообще победа и трафик Победы, да, и маршруты расписаны на два года вперед, очередь стоит, мы все это понимаем, да. С чем связана история, понятно, саратовские авиалинии как минимум до конца апреля не могут выполнять полеты, Росавиация приостановила их работу. И мы остались одним перевозчиком, Руслайна. Это, я имею в виду, перевозчик до Москвы. Понятно, что есть еще несколько более мелких перевозчиков, которые там возят нас в разные города. Да, но тем не менее, по Приморожскому округу программу. По Приморожскому округу, да. Московских перевозок выбора мы лишились. До Петербурга у нас дешевых билетов тоже нет. И я так понимаю, что и аэропорт наш очень здорово проседает в этом смысле. То есть мы его строили, строили, наконец построили, а зачем, чтобы он стоял пустой. Смотрите, пять лет мы эту тему с вами развиваем, мы постоянно к ней возвращаемся опять. Значит, тут сложно не вспомнить премьер-министра Черномыргина. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Да, это вот как раз новая команда, которая пришла на аэропорт, значит, попыталась вести свою какую-то, как бы, лепту. К сожалению, лепта оказалась не самая удачная и совершенно ничем не подтвержденная. То в данном случае это все началось в 16-м году, в конце года, когда, как бы, вся эта история начала закручиваться, и мы решили там расстаться с компанией «Локостер Победа», и ставку было правительством Кировской области сделано на Саратовской авиалинии. Значит, они у нас являлись основными там перевозчиками, значит, я так понимаю... И самыми недорогими перевозчиками, насколько я понимаю. Ну, по сравнению там с «Руслайном», да, значит, потому что посадочных мест в «Руслайне» меньше, чем в саратовских самолетах. И с этой точки зрения, я так понимаю, что вся летняя перевозка, которая там планировалась там, Адлер, Сочи, Симферополь, она тоже была поставлена на Саратовские авиалинии. Значит, к счастью большому, что беда, которая случилась с саратовскими компаниями, которая, с самолетами, которая разбилась, к счастью, я еще раз хочу сказать, обошла Кировскую область, хотя ходила практически рядом с этой Кировской областью. Да, за день до трагедии самолет... Да, и он летал периодически очень постоянно в городе Кирове, и на Москву ходил, и в данном случае, ну, на самом деле, Бог увел нас, эту беду там от нас, как подальше, значит, и она случилась, к сожалению, все равно. И понятно было изначально, что Саратовская авиалиния совершенно не та компания, которая может обеспечивать такой посадочный поток. При всем при этом мы сегодня слышим, что компания фактически последние два года не тратила деньги опять на авиабезопасность, там, да, мы говорим о безопасности нашей, значит, и понятно, что сегодня лицензия приостановлена, и вернее всего, что вероятность того, что Саратовская авиалиния снова заработает, она очень мала. Понятно, что у нас вся система, там, летних вылетов и вообще работы аэропорта Победилова, она конкретно нарушается. Но вот мне сейчас не очень понятно, почему Министерство транспорта молчит, почему нет пресс-релизов, вот, из соседнего здания о том, что ребята летние перевозки не под угрозой. Ну, они все-таки, во-первых, они сделали вот это, вот это и вот это. Они, я думаю, что еще надеются о том, что Саратовские авиалинии войдут в процесс. То есть, сначала мая начнут, да? Ну, да, я думаю, что они сейчас очень активно ищут замену Саратовским авиалиниям. Вы думаете или вы знаете? Я думаю, потому что в данном случае мы же с вами понимаем... То есть, не обсуждается это никогда? Да, сегодня затраты по аэропорту независимо равны той сумме, которая там требуется для безопасности аэропорта. Я имею в виду, что хоть там 50 тысяч летает, хоть 250, хоть миллион. Как бы люди работают в том штатном режиме, который там есть. Там сократить никого нельзя, это безопасность. То понятно, что сегодня с падением пассажиропотока, они это подтверждают, значит, затраты аэропорта Победилова будут увеличены. Значит, понятно, что все эти затраты понесет областной бюджет. При этом на завтрашнем снова заседании Законодательного собрания уже выделяются суммы 13 миллионов рублей. По заявлению министра транспорта Кировской области, сумма для полного закрытия всех долгов и ровно работы предприятия Киров Победилова, значит, требуется около 150-170 миллионов. Значит, понятно, что в данном случае... Аэропорт этих денег не заработает. Я думаю, что с одним перевозчиком, с таким пассажиропотом, это практически невозможно. Это вообще невозможно, на самом деле. То понятно, что, я надеюсь, что правительство думает о том, что затраты будут увеличены, они сейчас пытаются выстроить, я думаю, что какого-то перевозчика, который мог бы зайти. Но, к сожалению, сегодня... Нам обещали, ведь нам обещали в свое время и ЮТЭР, насколько я помню, когда уходил Победа, но так его и нет. Мы буквально тут недавно обсуждали с одним корреспондентом... Чуть ли не с СЭВА нам обещали. ...корреспондентам, что практика показала по 2017 году, что все наши соседи прибывают по пассажиропотокам и падают. Да. Значит, при этом мы... Последние данные руководства. ...точно знаем, да, что в стране, в общем-то, не хватает сегодня бортов. И сегодня в связи с этим испытывается большой дефицит самолетов и авиакомпаний, которые работают внутри страны. При этом с падением пассажиропотока и с отсутствием бортов интерес к городу Кирову, он становится, особенно в летний период, когда начинаются основные перевозки, становится совершенно мизерным. При этом мы-то с вами точно должны понимать, что все практически... Мы никому не нужны из авиаперевозки. И мы не попали в тот график, который там формировался, я думаю, что еще в начале, в конце того года. Потому что надеялись на Саратовские авиации. Да, и Победа же точно сказала, что у них все расписаны, все расписания до 2020 года. Я думаю, такая же история и у других авиакомпаний. Единственное, что сейчас кто к нам может зайти? Или тот, кто хочет заработать там гораздо больше, чем стоят билеты? Или та компания, у которой есть проблемы с безопасностью? Которая есть претензии. Да, да, да. Потому что их куда-то не пускают по какой-то причине. И они сегодня готовы пойти в любой регион. Мы остаемся, надеюсь, все-таки будем с самолетами, с какими-то, да. Но от этого мы точно комфорт и качество, и цену в первую очередь комфортную не получим. Потому что в уходящий вагон очень сложно запрыгнуть с дешевой ценой и с качественным перевозчиком. Следовательно, мы будем платить железной дороге. То мы в данном случае поддерживаем РЖД. И мы видим динамику о том, что практически опять 45% людей, которые перешли в свое время на победу с РЖД, обратно возвращаются на железную дорогу. Так как билеты становятся недоступны на перелеты, допустим, Москва-Киров, Киров-Москва. То это как раз все влияет на финансовую составляющую аэропорта Победилла, которая в ближайшее время, я думаю, будет находиться в таком же ситуации, в которой он находится последние полтора, два, три, четыре года. И, следовательно, падает все это грузом на областной бюджет и на всех нас, потому что мы... Если где-то одни появятся, да, где-то отнимется. То есть если надо дать деньги на Победилла, то у кого-то их заберут. Я всегда сторонник того, что любой человек должен нести персональную ответственность за принятие любого решения. Значит, в данном случае надо признать там правительству, что было принято совершенно неправильное решение новым директором Ордкорта Победилла, который сегодня мы испытываем те проблемы, о которых мы сегодня говорим. Новым директором про Победу, про Уход Победы? Нет, нет, я говорю, в 2016 году был директор Жданов, который нам выровнял пассажиропоток и дошел там до 200 тысяч уже в 2016 году, да, хотя по его плану это был 2017 год, значит. А пришел новый и всю эту картину испортил, да. Но нового уже тоже нет. И нового нет. Уже с ним не продлили как тракт. Смотрите, то в данном случае и нового нет, и старого нет, и никто сейчас не признается в той ошибке, которая совершена, при всем при этом пассажиропоток упал, самолетов не стало, областной бюджет будет тратить все больше и больше денег. Дмитрий Михайлович, вы вот нарисовали сейчас совершенно беспросветную картину. Кстати, я нарисовал правдивую картину. Я бы очень хотел, так как я пользуюсь постоянно самолетом, я бы хотел, чтобы у нас все-таки было примерно точно не хуже, чем было там, допустим, при Жданове. Чтобы летали современные безопасные самолеты, чтобы цена была для кировчан доступна, чтобы наша молодежь, которая пользуется... Такая компания, Дмитрий Михайлович, в России одна. Да, к сожалению, да. Победа, та, которая летает на новых самолетах за небольшие... И когда новая команда с новым директором пришла наводить элементарный порядок, она должна была эти все вещи изучить, для того, чтобы принимать те решения, которые потом сегодня оборачиваются потерей областного бюджета. Ну вот смотрите, они же опять говорят, что прибыль-то победилова выросла, в связи с тем, что победа ушла, прибыль-то выросла, пассажиропоток упал, а прибыль выросла. Очень интересная вещь, тут можно очень долго по этому вопросу дискутировать, когда в данном случае... Но люди остались без самолетов. Мы сегодня говорим о том, что, в общем-то, сегодня, как бы, те льготы, которые были на год даны победе, они там перечислялись примерно в 10-15 миллионов по году. Это вот такая была скидка для того, чтобы единственный лакостер в стране зашел на территорию города Кирова с пассажиропотоком 70 тысяч на тот момент. То в данном случае мы сегодня говорим, а сегодня министр транспорта говорит, что сегодня надо для поддержания аэропорта 150-170. То немножко не сходится, а где там, как они все это считают. Прибыль выросла, а затраты увеличились. Пассажиропоток упал. То здесь просто, мне кажется, игра цифр. На самом деле, с точки зрения экономики и бизнеса, я думаю, что там получается, что вообще ничего не сходится. Людям-то что делать? Ну, то есть, я так понимаю, нам рассчитывать сейчас бессмысленно на дешевые безопасные прибыли. Я считаю, что именно в таком переходном периоде зима, весна, лето, конечно, надо кого-то хватать и затягивать. Но понятно, что мы точно понимаем, что это будет не самый лучший вариант, потому что все лучшие, они сегодня уже стоят на рейсах. Они сегодня уже видят свою динамику работы на ближайшие 2-3 года. Понятно, что процесс переговорный, процесс очень важный, потому что мы сегодня все говорим о том, что от этого зависит не только комфорт кировчанам, инвестиционная привлекательность, развитие бизнеса, туризму. Мы же всегда говорим, что нам нужен туризм. Но сегодня любой человек, который считает время, особенно молодое поколение, они все передвигаются не поездами, не машинами. Конечно, самолеты это удобнее, когда еще комфортная цена, когда хорошие, качественные самолеты, а не те, которые летали в Саратовской авиалинии, садишься и думаешь, весь самолет думает, долетим или не долетим. То понятно, что в данном случае это все способствует определенному экономическому и социальному развитию города Кирова, Кировской области, интереса других субъектов к нашей области. Говорим, 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 говорим. Потолку нет. Я очень надеюсь все-таки, что будет хотя бы ответ. Хотя бы скажут, что да, мы делаем вот это, вот это и вот это. Они же сказали, что мы со всеми ведем переговоры. Да, но это очень неконкретно. Я сейчас все-таки конкретики. Потому что конкретики нет. Очень жаль, очень жаль. Дмитрий Русский, депутат Законодательного собрания 4-5 созывов, был у нас в особом мнении, мы должны уже прерываться. Спасибо всем, хорошего дня.